Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и подводим итоги вчерашней торговой сессии. Смотрим, как на события недели, а может быть и не только для европейского масштаба в плане экономических новостей, может быть даже события вообще последних месяцев, анализируем то, как оно повлияло на поведение финансовых инструментов. Друзья, снова повторяю, что впереди выходные, это традиционное напутствие для пятницы. Обязательно проведите их хорошо, соберитесь с силами, не растеряйте позитивный настрой, потому что я жду вас всех снова в понедельник. У нас насыщенная программа в понедельник, это и традиционный брифинг, еще и вебинар, который позволит нам еще раз пробежаться по ключевым событиям вот этой текущей недели. Ну и, конечно же, силы понадобятся, друзья, на следующей неделе, потому что эстафету заседания регулятора перенимает Федрезерв. И там мы тоже ждем мощных решений, которые должны привести к всплеску рыночной волатильности, ну и, разумеется, раскачать все площадки, создать большее количество возможностей, за которыми мы, как нормальные трейдеры, разумеется, всегда охотимся. Ну, давайте по порядку начнем мы с нефтянки. На текущий момент бренд у нас на отметке 60.38, что касается лоу, то вчера он был гораздо ниже, 58.91. Друзья, и тут я, конечно же, констатирую то, что новостной фон, который нами ранее прогнозировался, как медвежий во всей красе сейчас бьет по котировкам черного золота. Я знаю то, что многие из вас находятся в этих коротких позициях, и я в связи с этим рад. Что касается своей активности, то пока что не тороплюсь открывать новую позицию, понимаю, что возможности уходят, но всех денег не заработать, подожду еще немного, закрепимся ниже 60, наверняка буду уже действовать. По новостному фону, который поддерживает сейчас продавцов, вчера мы говорили, точнее даже не вчера, со времен отставки Джона Болтона мы подняли вопрос о том, что это политическое решение, в конце концов, может повлиять на дальнейшие отношения между США и Ираном. Действительно, так оно и оказалось. Сразу же после этого на рынке стали активно обсуждать возобновление переговоров, потепление отношений, в конце концов, снятие тех ограничений, которые действуют сейчас в адрес исламского государства. И вчера со ссылкой на бомберах пришла информация на подтвержденные вроде бы как источники, что Трамп всерьез рассматривает возможность убрать все эти ограничения для того, чтобы вернуться за стол переговоров с президентом Ирана Рухани. Мы рассуждали, к чему, в конце концов, это может привести. Если все эти ограничения будут сняты, впоследствии можно будет ждать значительного увеличения поставок со стороны Ирана на мировые рынки. А сейчас у нас ситуация там нездоровая. Мы говорим о падении спроса, все это констатируют, все это видят и понимают, что при текущих рисках, особенно если все окажется так, как мы с вами прогнозируем по отношениям США и Китая, мировая экономика будет переживать еще более худшие времена. И тут, пожалуйста, найти доп. поставки, которые еще больше усилят это расхождение спроса и предложений. Дополнительные объемы, друзья, предложения – это негативный фактор, как минимум долгосрочный. Поэтому, а может быть и не только в моменте мы отчетливо видим, как на настроении трейдеров эти новости также влияют. Во встрече технического комитета тоже важнейшее событие, которое уже в прошлом, друзья, хочу отметить, что и в этот раз, как мы предполагали, так новостной фон и сложился. Действительно странный ОПЕК плюс подвели итоги того, сколько нефти было добыто. В прошлом месяце объем выполнения квот превысил планку, скажем так, 100%, то есть это не перевыкнули обязательства, на 36%, то есть общий процент выполнения – 136%. Однако, когда нужно было подойти к самому важному комментарию, который ждали от страны ОПЕК плюс, готовы ли страны к дополнительному сокращению предложения, ответ был, на мой взгляд, однозначный, но, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то, что на текущий момент ОПЕК плюс и так предпринимает всевозможные усилия для поддержания стабильности на рынке углеводородов, однако какого-то решения по еще большему сокращению добычи не последовало. Странно ли это, друзья, что изменение риторики произошло после того, как сменили министра энергетики Саудовской Рады? Мне кажется, что ничего просто так не происходит, и есть какие-то причинно-следственные связи здесь. Еще хочу отметить, что в прошлом месяце очень сильно увеличила добыча в России, и если бы не Саудовская Аравия, которая также в прошлом месяце значительно сократила объем добычи, больше, чем нужно было, примерно на 600 тысяч баррелей, то сейчас мы бы говорили уже о совершенно другой ситуации. Поэтому я напоминаю вам, друзья, у нас как минимум на будущий месяц есть два игрока со стороны ОПЕК плюс, это Россия и Саудовская Аравия, которые все-таки могут изменить уже свой подход к сути аналитического пакта. Все складывается в пользу продаж нефтянки. Держите короткие позиции по сделкам. Если вас интересуют именно мои точки входа, я скажу после. Доллар-иена. Пока ситуация не меняется, рынок ролирует на улучшение рыночных настроений, поскольку последние новости по Китаю и США свидетельствуют о том, что страны могут найти общий язык, в частности Китай и США идут на взаимные уступки. Трамп принял решение отложить введение пошлин с 1 октября до 15 октября. Друзья, но, скажем, глазом не моргнем, наступит это 15 октября, и мы вернемся к столь негативному фону, как к очевидному свидетельству продолжения эскалации торговой напряженности. Напоминаю, что речь будет о повышении пошлин в отношении китайского импорта общей стоимостью в 250 миллиардов долларов. Даже несмотря на то, что повышение состоится в лишь 5%, это должно подпортить настрой перед очередной встречей ведущих экономик мира, встречи, которые направлены на преодоление торговых разногласий. Все это, друзья, не важно, потому что впереди заседание Федеризерва. Вот это более интересный фон, мы на него будем ориентироваться. Соответственно, если американский регулятор примет решение по снижению ставки, будем отыгрывать это через слабость доллара. Если мы говорим о слабости доллара, тут же можно посмотреть на золото, которое держится рядом с отметкой 1500 долларов за тройскую унцию. Держим, друзья, длинные, точнее, открываем новые длинные позиции. Я предупреждал, что очень хороший уровень для последующего похода к отметке 1550. Евро против доллара. Лоу вчерашнего дня 1,0925. Сейчас котировки 1,1068. Денежный фейерверк в каком-то формате состоялся. Были предпосылки для того, чтобы Европейский центральный банк, может быть, начал действовать более агрессивно. Те же самые промышленные данные по промышленному производству очень сильно разочаровали. Это еще один аргумент для Драги перед его выступлением, чтобы дать рынку то, что хотели услышать. Ставку, друзья, снизили на 0,1%. Могли бы и больше, конечно же. Что касается объема и запуска программы количественного смягчения, то да, Драги фактически скинул, сбросил чехол с пыльного печатного станка ИЦБ и дал добро на его запуск. С 1 ноября возобновление программы количественного смягчения случится. Объем 20 млрд евро в месяц. Также были детали по операциям долгосрочного рефинансирования ТЛТРО. Коммерческие банки будут кредитоваться по нулевой процентной ставке. А если они докажут, что реально направляют ресурсы, полученные от ЦБ, на кредитование реального сектора, то могут получить еще дополнительные преференции в виде даже отрицательных процентных оставок. Что значит программа количественного смягчения? Это значит то, что ИЦБ задействовал сейчас, наверное, все, что мог задействовать в надежде на то, что это поможет экономике. Но сразу хочу отметить, что программа количественного смягчения действовала фактически с 2014 года и была свернута последняя программа около 10 месяцев назад. За этот продолжительный период времени, можно сказать, в 4 кода ИЦБ залил в экономику почти 4 триллиона евро, друзья. Но вы видите, что это не помогло. Поскольку сейчас может быть, конечно же, другой расклад. Я допускаю, что в этот раз эти стимулы сработают. Но пока что есть то, что есть. Рынок эти стимулы не вдохновили. Евро-доллар сейчас держится на отметке 1.1068. Я начинаю уже подумывать, друзья, что если рынок не поверил в такие агрессивные шаги ИЦБ, то, возможно, евро не так уж и обречен на дальнейшее снижение. Это, скажем, возможная идея на последующие брифинги. Кто знает, может быть, через неделю, может быть, чуть побольше, мы пересмотрим позиционирование по евро-доллару, откажемся от коротких позиций и войдем в длинный, друзья. Ну, буду держать вас в курсе. По фунту ситуация не меняется. 1.2347. Про политику мы еще поговорим. Давайте на следующей неделе. Доллар канадец растет благодаря снижению цен на нефть. Рост доллара канадца – это как раз то, что и нужно. Друзья, большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok